Коллеги, рядом со мной Лев Киселев, представитель компании Goods4Cast. Здравствуйте, Лев. Да, добрый день, Сергей. Давайте, наверное, ближе о компании. Чем вы занимаетесь? О компании. Компания Goods4Cast является самостоятельным юридическим инвестиционером с 2004 года. Ранее входила в группу компании Forexys. Мы разрабатываем решения для автоматизации процессов, прежде всего, планирования для ритейла, производства и дистрибьюции. Собственно, у нас достаточно высокие математические компетенции. Неоднократно мы выиграли конкурсах и тендерах у показ иностранных решений, что, что называется, на злобу дня сейчас очень актуально. Так что доказали свое алгоритмическое преимущество. И также можно сказать, что одним из показателей мы считаем победу в международном конкурсе в Олимпийских играх по прогнозированию, по сути, M5 Forecast Competitions, которая происходила на данных сети Walmart, где мы заняли второе место среди 5,5 тысяч команд, которые, соответственно, были как из коммерческих компаний, которые занимаются подобного рода решениями, так и академическими. Получается, ваша компания, правильно я понял, является теми людьми, которые могут заглянуть в будущее и понять, что нас ждет дальше, и при этом сразу предпринять какие-то попытки сделать так, чтобы это будущее было благосклонно к нам. Я бы переформулировал, на самом деле, потому что, ну, наверное, в будущее могут заглядеть многие, но мы делаем это наиболее точно. Замечательно. Это отлично. Давайте немножко еще расскажем, может быть, о каких-то планах, потому что я понимаю, что мы конкурс практически выиграли, мы самые лучшие, хорошо представленные, но, может быть, есть какие-то планы реализации ваших идей на будущее? Планов по развитию, как бы имеется в виду. Да, у нас большой опыт и разработки, и внедрения. Мы его постоянно обобщаем, анализируем. Уже начиная с 2019 года мы ведем разработку своей собственной среды, которая позволяет управлять нашими продуктами не только нам, заниматься конфигурацией, доработками и так далее, но и нашим партнерам или даже заказчикам. То есть это лоу-код, так называемая платформа, визуальная, которая позволяет самостоятельно, ну, конструктор, по сути, да, которая позволяет корректировать структуру данных, интеграцию, пользовательские интерфейсы и пайплайн расчетов. То есть можно что-то менять, добавлять там и так далее, что дает достаточную гибкость и независимость в том числе от нас. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, реалии последних двух месяцев сместили вектор внимания на российское. Вот вы на себе ощутили какой-то всплеск в это время? Да, более чем. То есть нас буквально завалили, собственно, тем самым интересом. У нас текущие наши партнеры хотят развивать, собственно, наше взаимодействие в дальнейшем, и приходят крупнейшие игроки в том числе с рынка. Участие партнеров, кстати говоря, иностранные компании, с которыми они что-то внедряли, какие-то продукты посреди процесса, вот сейчас уходят. То есть мы знаем о проектах на сотни миллионов рублей, которые остановлены. Вот. Они ищут замену. А у тех компаний, где еще не уходят их партнеры, да, эти партнеры, все равно существуют большие риски, как внешние, так и внутренние. Поэтому интерес очень большой. Это замечательно. Ну и, наверное, какие-то ваши наставительные слова вашим потенциальным клиентам. Видеть в кризисе не риски, а возможности. Лучше не скажешь. Спасибо большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok